Окей, значит, вот мы сейчас с вами проэкспериментировали. Что же это за магия такая? Те, которые стояли здесь, всю свою жизнь прикладывали колоссальные усилия для того, чтобы ходить ровно. Их зашлёпали по спинам просто. Они знают, что они горбатые, поэтому они на всех сил стараются выпрямиться. И я подозреваю, что все, кто стояли здесь, либо колени, либо шея, либо поясница, либо вообще всё болит. Те, кто стояли, да, когда я им предложила сутулиться, они прекрасно знали, как это. У них вообще даже вопросов не было. Ну, естественно, мама била. И тут вспомни детство золотое, когда можно расслабиться. Значит, те, которые стояли здесь, стояли как влитые. Причём эти, которые стояли, изо всех сил старались стоять ровненько и красиво, были очень неустойчивы, когда я их пихала в плечики. Как только сутулились, стали вдруг очень устойчивыми. Те, которые стояли здесь, которых было гораздо меньше. Обычно в группах бывает 20% тех, которые устойчивые, и там 80% тех, которые неустойчивые. Ну, плюс-минус. Подбирается чаще всего, что действительно такой примерно процент в человечестве земли. Сейчас объясню, чего. Эти стояли здесь. Во-первых, как сутулиться, они в принципе не знают. Это надо было головой подумать. Тут не надо было думать головой, это естественная позиция. А тут надо было подумать, как это сделать. И пока стояли удобно для них, то бишь ровно, они не падали, когда я их вот так толкала. Как только попытались сделать эту странную для них позицию, сразу стали падать. Что же это такое? Почему так? И у них, скорее всего, если уж что болит, то там шея, плечи, но поясница, колени у них болят очень редко. Ну, только если там была какая-то травма колена или что-нибудь в этом духе. Я права? Те, которые стояли здесь. Если что-то болит, то обычно там вот где-нибудь плечевой пояс. Спеши пару месяцев назад, что падали от потенциального ракша. Ну вот. А что сам не делай? Я уже не помню. А, кто поставил на место. Ну да. Вот. Так вот. Так вот. Почему так? Почему эти в детстве сутулились, их там затритировали, выпрямись-выпрямись? И у них теперь все болит, вся спина. Очень просто. Человечество до того, что улицы застелили асфальтом, жило либо в лесах, либо в степях и в горах. Правильно? Значит, соответственно, если человек живет в лесу, ему на большие расстояния быстро ходить не надо. Но ему надо ходить бесшумно, оставляя за собой минимальные следы, и хорошо лазить по деревьям. Еще желательно не проваливаться в сырую болотистую почву. Какую форму у него должна быть ступня? Широкая и плоская, как у медведя. Совершенно верно. А если человек живет в степи или в горах, ему нужно быстро и долго ходить на большие расстояния, быстро бегать, высоко прыгать и легко перемещаться по камням. Какая должна быть ступня? Совершенно верно, с высоким подъемом. Изогнутая ступня с высокой аркой, то есть балетный подъем. Совершенно верно, что был сильный толчок. Вот эти формы ступни, то есть ступня с высоким подъемом, почему-то это называется поперечная плоскостопие, не знаю почему. Ну, здесь так называют. В Израиле так не называют, я со всем этим очень разбиралась. Значит, это либо кэш-эр-буа, высокий подъем, либо плацус, то есть плоскостопие, если плоская ступня. Значит, эта форма ступни естественная и нормальная для человеческого рода. Есть люди, у которых некая средняя арифметическая ступня между плоской и высокой аркой. Это мутанты. Таких людей мало. Они только сейчас вот все больше и больше появляются совсем недавно. Это мутанты. Это люди, которые могут свободно стоять и ходить на ровной поверхности. А по неровной поверхности им ходить чуть менее удобно, скажем, чем людям с высокой ступней. И там же им не очень-то удобно ходить по мху или по песку, менее удобно, чем людям с плоскостопием. То есть, в современном мире, где все покрыто асфальтом, 80 примерно процентов людей, чья ступня для асфальта не приспособлена. Если вы ставите дом на неправильный фундамент, дом будет весь перекошен. Потому что от формы нашей ступни зависит расположение нашего центра тяжести, центра тяжести нашего тела, относительно поверхности земли. Поэтому все те, которые стояли здесь, у них было два варианта. Либо сделать вот так, то есть отклячить попу, либо ссутулиться. И в такой ситуации они устойчивы. Потому что их центр тяжести, соотносясь с формой их ступни, которая не приспособлена стоять на ровной поверхности, дает им возможность нормально держать себя на ногах и не упасть. Если же им надо встать ровно, то есть все в себя. Попу в себя, плечи назад, все. Они сразу падают. Значит, что надо сделать, чтобы не упасть? Нужно быть в постоянном напряжении. Нужно зажимать попу, нужно постоянно держать плечи. И в конце концов все-таки сделать тут прогиб. Потому что иначе никак невозможно, никак не устоишь. И в конце концов у нас будет куча неприятностей в пояснице, выдесевших дисков. У нас будет ущемление седалищного нерва. У нас будет шейный остеохондроз. У нас будут постоянные боли между лопатками. У нас будет либо лордоз, либо кифоз в грудном отделе. И однозначный, очень сильный лордоз в поясничном отделе. То есть на физическом уровне нарушение осанки у детей связано с их формой ступни. И сколько вы их не будете хлопать и шлепать по спине, никакой пользы их здоровью это не даст. Да, конечно, сутулиться очень плохо. Потому что если ребенок сутулиться, он закрывает грудную клетку, он не дышит, организм получает недостаточно кислорода, мозг получает недостаточно кислорода, пошла утомляемость. Почему всякие там ЛФК, лечебная физкультура и прочее, почему они помогают только пока их делаешь? Перестаешь делать, перестают помогать. По одной простой причине, потому что они работают с позвоночником, а позвоночник в данном случае следствие сочетания трех причин. Смещение отлагного позвонка, смещение копчика, что дает перекос таза и постоянное напряжение в поясничной области, и нестандартная форма ступней. Либо плоскостопие, либо высокий подъем. И все у вас получается вот такой ребенок. И вы можете его до посинения таскать на ЛФК, пока занимается, вроде выпрямился, вышел оттуда неделю не позанимался, и опять весь перекосился. Значит, соответственно, если мы хотим здорового позвоночника у нашего ребенка, правим атлант, правим копчик, мы делаем ребенку стельки ортопедические. Опять же, в фильме «Доктор, почему у меня болит» я долго-долго, тщательно и подробно объясняю все-все-все про стельки. Не поленитесь, зайдите в интернет, наберите «Доктор, почему у меня болит», там в самом начале буквально этого фильма есть подробно все-все-все про стельки. Теперь понятно, что у маленьких деток ножка растет. Стельки – вещь дорогая. Не наделаешься стельки. Значит, поэтому, те, у кого плоскостопие, им очень полезно с самого маленького возраста ходить на каблуках. То есть каблучок 3-5 сантиметров танцевальной туфельки сразу поменяет им всю осанку. Вы не поверите, насколько. А те, у кого высокая арка, высокий сход стопы, есть специальные подкладочки или просто мягкие силиконовые такие стелечки, которые покупные, которые можно вкладывать в обувь, и они будут создавать как бы такую мягкую поверхность, заполняющую вот эту вот арку. То есть вот наглядный пример. Сейчас мы продемонстрируем эту вещь с кем-нибудь из вас, у кого высокий подъем. У кого высокий подъем? Кто знает, что у него высокий подъем? У вас высокий подъем уже у меня стояли там. Покажите ваши высокие. Покажите ваши высокие подъемы. У меня алка большая.